Сейчас мы с вами находимся в зале первого блока Тутаевской ПГУ. Вячеслав Белов проводит экскурсию для журналистов на строительстве парогазовой электростанции в Тутаеве он с самого начала и помнит, как всего этого еще не было. Сейчас работы близки к завершению. Два энергоблока, в каждом из которых по две газотурбины установки, два котла-утилизатора и паровая турбина. Мощность всей станции 52 мегаватт энергии. Этого хватит на весь город. Избыток планируют отдавать на федеральную сеть. Отходов тепла при производстве энергии хватит на то, чтобы круглый год обеспечивать горячей водой весь Тутаев. От чего зависит наша энергетическая безопасность? Из-за того, чтобы мы могли в лютые морозы выжить, получать электрическую энергию и пускай может быть не в полном объеме, но и тепло, которое не позволит нам разморозить или просто уничтожить тепловые сети. Кстати, проект является пилотным в одном из шести федеральных проектов в сфере энергоэффективности. Его стоимость порядка 2,5 миллиардов рублей. Помимо энергетической безопасности района, станция обеспечит порядка 80 рабочих мест. Это современный пульт управления станцией. Не выходя из этого помещения, операторы могут контролировать все, что на ней происходит. И, исходя из погодных или других условий, корректировать режим работы оборудования. Все это могло бы просто сгнить. Напомню, строить станцию начинали еще в 2011 году. Потом пришел кризис и работы приостановили. Любая техника, когда стоит, портится значительно быстрее. К счастью, удалось убедить новую команду губернатора в том, что этот объект очень важный, что он очень нужный. И не пришлось долго убеждать. С одного слова все поняли, поддержали. Сейчас станция готова более чем на 90%. Запустить ее планируют уже в следующем году. Нина Кулцина, Сергей Ватин. День в событиях.